Перед началом прослушивания хочу напомнить вам о том, что в издательстве АСТ вышла замечательная книга Евгении Потаповой «Ведьма Агнета». Это роман с изрядной долей юмора и мистическими событиями в жизни одной непростой городской женщины – Агнеты, которая после развода купила дом в деревне, обзавелась хозяйством, завела коз, открыла новую страницу своей жизни. И все бы ничего, живи да радуйся, но только странные дела начинают твориться вокруг. То сосед ногу ломает, то загадочный волк появляется, то покойники во сне приходят. А тут еще и слух по деревне пошел, будто Агнета – ведьма. Да чего я буду вам пересказывать? Приобретайте книгу Евгении Потаповой «Ведьма Агнета» и прочитайте все сами. Гарантирую, что хорошее настроение и много смеха вам обеспечено. Ссылка на книжный магазин «Лабиринт», где можно приобрести книгу, в описании к видео. Моги совести Все во мне кипело и клокотало от злости. В голову дало давление. Выпила капельки. Решила позвонить своей старой подруженции. Ходим друг к другу в гости редко, а вот созваниваемся регулярно. Тем более после приезда от сестры я ей не звонила. Попыталась начать с хороших новостей, но не получилось. Сразу вывалила ей на голову весь разговор с сыном и мужем. Ты чего хотела? Всю жизнь им в опу дуло. А теперь удивляешься? Представляешь, в каком они шоке сейчас находятся? Удивилась Маша. Может, зря я это все затеяла. Но я ведь долю свою не сыну предложила, мужу. А он взял на меня и настучал Олегу. Теперь вот думаю, может, на раздел имущества подать еще при разводе, если он не захотел выкупать мою долю. — Тома, что у вас там делить? Квартира в равных долях на троих разделена. Дом в поселке, мужнино-наследное имущество. Только машина, да и все. Ну и то, что у тебя на депозите лежит, — усмехнулась подруга. — Ой, Машка, там вполне есть чего поделить. Он же этой козе квартиру купил и машину. — В смысле, купил и подарил? Или купил и дал попользоваться? — поинтересовалась она. — И откуда ты знаешь? — купил и дал попользоваться. Мама у меня одно время документы прятала и золото, а я их искала. Вот один раз и нашла документы на квартиру и на машину. Хорошую, между прочим, машину. — Вот она у него и лохушка, — рассмеялась Машка. — Какие он ей интересные подарки делает. Мужик не промах. — Ага, я тоже посмеялась, когда увидела. Документы, кстати, тоже прибрала в банковскую ячейку. Ты езжай в свою Польшу и ни о чем там не думай. Приедешь через неделю и разберешься со своим скотным двором. Это Чехия, Маша. Меня вот совесть немного грызет. А вдруг там действительно ребенок намечается, а я тут со своими деньгами? Томка, ну вот кто ему мешал себе на квартиру зарабатывать? Почти десять лет прожил в родительской квартире. Мог давно взять себе еще что-нибудь в ипотеку. У него зарплата какая? Не знаю, тысяч пятьдесят или семьдесят, а может и больше, пожалуй, я плечами. Я ведь хотела эту долю свою им на свадьбу подарить. Вот только я даже не знала, что они решили пожениться. Все от меня скрывали. Так обидно, невероятно. И этот тоже туда же. Молчал. Они же за подарком приехали через две недели после свадьбы. Привезли фотографии, дескать, смотрите. Мама все спрашивала, кто это на фото рядом с твоим мужем. Три дня спрашивала, а на четвертый слегла и больше не встала. Полгода еще пролежала до кончины. Я ведь до похорон так и думала сделать, как они хотели. А на похоронах, когда Олег ко мне наклонился, то я его и не узнала, словно маска чья-то чужая с гадкой ухмылкой. И я как-то сразу прозрела. И будущее свое увидела безрадостное, с такими своими решениями, выговорилась я. Все, Томка, хватит себя виноватить. Шмотки в поездку собрала? Собрала. А мне и собирать нечего. Вещей практически нет. Вроде и деньги были, а покупать было некогда. Ну, вот там и прибарахлишься. Скоро бабушкой станешь. Будешь все деньги на внука или внучку спускать. Если, конечно, тебе дадут с ним видеться. Рассмеялась Маша. Ты смеешься, что ли? Я от одних памперсов не отошла. А ты мне хочешь новые на шею повесить. Они взрослые и здоровые. Пусть за своим детем сами ухаживают. Поболтали мы с ней еще немного. Я успокоилась. Потом решу по ходу пьесы. Как и что мне делать. Проверила свою походную сумку. Да, не густо. Сарафан и пара маек. Ну и джинсы, что на мне с кофтой. Совсем поизносилась. Поужинала, вызвала такси и отправилась в аэропорт. Прошла все без проблем. Уселась в зале ожидания, или как они правильно называются, не помню. Как-то постепенно моя решительность начала улетучиваться. Однако мысль о дальнейшем существовании, неизвестно где, страшила. Если сверить дебет с кредитом, то за несколько лет ухаживания за родителями мужа у меня скопилась вполне приличная сумма. Может, даже на маленькую квартирку у нас в городе хватит. Если продать мамину квартиру, с нее отдать часть Людмиле, то, может, и хватит на квартиру побольше. Однако была одна закавыка. Я не хотела жить в этом городе. Пока еще хватает здоровья, нужно выбираться туда, где потеплее, может, ближе к морю, а может, вообще рвануть в Болгарию, мелькнула шальная мысль. Объявили посадку, и я направилась в самолет. Два с половиной часа пролетели незаметно. Затем пересадка в Риге. Там пришлось сидеть в аэропорту четыре часа. Меня это особо не напрягало, от усталости я задремала и прокемарила два часа. Правда, руки с ногами затекли немного. Но все же. Только к вечеру прибыла в Прагу. Как хорошо, что я купила путевку. Меня уже ждал автомобиль около аэропорта. До гостиницы хоть и недалеко, но все же без знания языка и традиций сложновато. Номер поразил меня своим спартанским видом, словно я попала в гостиницу времен СССР. Не стала придавать этому особого значения. Главное, душ и туалет в номере, да балкон с шикарным видом на старинные здания. Сейчас в душ, затем посплю немного, а потом пойду кутить. У меня есть немного денег, на хороший ужин я себе заработала. Первый вечер в Праге. Проснулась от чувства голода. Умылась, натянула чистую футболку и джинсы. Спустилась вниз и отправилась на поиски какого-нибудь кафе. Все для меня было необычно и непривычно. Даже воздух другой. Мимо пробегали люди. Видно, чехи спешили к себе домой после работы. Интересно, как они живут, что у них бывает на ужин, как они проводят вечера. Прошла несколько домов и наткнулась на небольшое кафе с окнами-витринами во всю стену. Народу там было немного, и я решила заглянуть. Запах там стоял с ног сшибательный. На столе лежало меню. Посмотрела. Все на чешском. Пришлось воспользоваться гуглом. Подошел официант, стал что-то спрашивать. — Честно говоря, я вас не понимаю, но хочу суп, салат и вон того пива, что пьет парень за соседним столиком, — сказала я и ткнула пальцем в сторону соседнего стола. Официант разулыбался. — Чеснечка? — спросил он. Я кивнула головой. — Только в тарелке, а не в булке, — пояснила я. Через пять минут мне принесли большой бокал с темным пивом, тарелку с картофельным салатом и тарелку с какими-то жареными кусочками чего-то там в панировке, свежими помидорами и соусом. Посмотрела на все это с ужасом. Это же я еще суп заказала. В меня и это не влезет. — Это оливье? — поинтересовалась я, разглядывая содержимое огромной тарелки. — А это что? — потыкала я вилкой в панировочный бочок. Он рассмеялся и помотал головой. — Вкусно! — сказал он по-русски. — Сыр! Вот это вот в панировке я вроде не заказывала, но посмотрела на соседний столик и поняла. Мне принесли все то же самое, что было у них — салат и вот это вот. Пока горячее нужно есть. Сунула в рот жареный сыр и обомлела. Это что-то горячее, хрустящее, сливочное, чуть с легкой остринкой и кислинкой еще и тянется. Глоток пива — блаженство какое-то. Попробовала салат, похожий на оливье, очень оригинально, с яблочком, но без мяса. Старалась не торопиться, растягивать удовольствие. Принесли ароматный чесночный суп с кнедликами и счет. Рассчиталась карточкой. Даже не заглядывала, сколько что стоит. Финансы буду считать потом. Суп, ну, очень похучий, но вкусный, такой домашний. Надо будет по приезду дома такой сообразить. Вообще вся еда такая не ресторанная, а какая-то домашняя, но все новое и необычное. Суп слопала и не заметила как. С сожалению, посмотрела на остатки салата и сыра. Потихоньку выпила пиво. Подошел официант. Опять что-то спросил. Не поняла. Пожаловалась ему, что вот, дескать, мне бы с собой это все. Он кивнул. Понял он меня или нет, не знаю. Но через пару минут принес мне контейнеры с моими остатками. Поем на ночь. В гостинице есть маленький холодильник, а в кухне внизу микроволновка. Отнесла все в номер. Решила просто погулять по улочкам Праги, посмотреть на окружающий мир, где не нужно ни о чем думать, а просто глазеть по сторонам, разглядывая здания, автомобили, витрины, прохожих. Наткнулась на странное заведение с нарисованными зелеными чертями, кукольной дамочкой и нависающим зеленым мороженым в рожке. Может, что-то петейное? Наверное, тут можно укушаться до зелененьких чертиков. Зайду поем мороженки зелененькой, если они это продают. Заглянула. Народу много, но вполне можно протиснуться к стойке. Бармен виртуозно делает какой-то коктейль, разговаривает на нескольких языках, то на английском, то на чешском, то на русском. Подмигивает разновозрастным барышням. Засмотрелась. Интересно. Зеленая в бутылках – это абсент. Ни разу такого не пила. Бармен меня о чем-то спрашивает. Мотаю головой. Не понимаю. Смеется. Наливает в рюмку чуть-чуть. Киваю. Толкает это ко мне. Я видела в кино, как сахар жгут и поджигают сам абсент. Задумчиво сказала я. Он улыбнулся. Макнул кусочек сахара в напиток и поджег на специальной ложечке. Горит так красиво. Кидает горящий кубик в напиток, немного размешивает, подает мне. Выпиваю. Ешки-матрешки. Вкусно, но так крепко, словно самогон соседский выпила. Надо было брать мороженое. Интересно, они его тут подают или это просто для красоты у них висит? Спросила про мороженое. Сделали. Странное, но вкусное. Потом я с кем-то поговорила, посмеялась, рассказала анекдот. Ощущения странные. Надо выйти на воздух. Поздоровалась с кукольной дамой около бара. Мне показалось это забавным. Доело мороженое уже на улице. Зазвонил телефон. Ты где? Я пришел домой, тебя нет. Услышала я голос мужа. Я в Праге, рассмеялась я. Пью абсент, ем мороженое и гуляю по улочкам. Ты все-таки уехала. Я не ожидал, что так быстро. Что решили с сыном? Спросил он. Почему ты не спросишь, как я добралась, какой у меня номер, что я в конце концов ела, как себя чувствую? Возмутилась я. Как ты себя чувствуешь? Замялся он. Отлично и просто замечательно. Не порть мне вечер. Я еще в кино схожу или в театр. Еще не решила. Рассмеялась я. Ты же не знаешь чешского. Удивился он. Ну и пусть. Я давно не была в театре. Так что вы решили с сыном? Какая разница? Я выпью сейчас еще рюмочку абсента и пойду в театр. Икнула в трубку и нажала на кнопку отбой. Постояла, подумала и решила не возвращаться в зеленый бар, а продолжить гулять по проспектам и улицам. Может, действительно зайти в театр? В кукольный. В детстве я тоже мало что понимала, однако мне нравился этот театр. Покрутила головой. Нашла трамвайную остановку. Села на трамвай номер 17. Пара остановок и я на месте. Оригинальное здание. Народ толпится у входа. Нашла кассы. Была приятно удивлена, что удалось купить билет за 15 минут до начала спектакля. Там подавали Дон Жуана. Помню пьесу, так что думаю, что пойму все, даже если это будет на чешском языке. Предложили скачать какое-то приложение, чтобы слушать спектакль с переводом. Была приятно удивлена. Два часа пролетели как один миг. Сказать, что было интересно, ничего не сказать. Действо на сцене завораживало. Через пять минут после начала казалось, что это вовсе не куклы, а живые люди. В перерыве заглянула в музей марионеток. Безумно интересно. Каких там только кукол не было. Даже марионетки в человеческий рост. Обратно до гостиницы доехала на последнем трамвае. Кстати, по ночной Праге можно прокатиться и на таком виде транспорта. Очень интересно смотреть в окно, словно подсматриваешь за чужой жизнью. К ночи разыгрался аппетит. Радовалась, что забрала из кафе картофельный салат и сырные палочки. Сейчас хоть перекушу. Взяла свои контейнеры и спустилась на кухню. После абсента хотелось еще и пить. Хорошо, что не стала злоупотреблять и ограничилась одной рюмкой для пробы. Не хочется головных болей и прочего. На кухне сидела какая-то женщина и пила кофе. Я навела себе чай. — Вы русская? — спросила она меня. — Угу. Так заметно? — рассмеялась я. — Ну да, — смутилась она. — Я вот тут одна, не спится, решила кофейку попить. По ночному городу боюсь бродить. Меня, кстати, Лена зовут, — представилась она. — Тома, салат хотите? — Нет, — мотнула она головой. Я вот хотела заказать веприво колено, а оно на полтора килограмма. Не съем одна. Так и уеду из Праги, не попробовав знаменитого блюда. — А давайте завтра вместе пообедаем или поужинаем, — предложила я. — Давайте, — улыбнулась она. — Вы тоже скрываетесь от одиночества в Праге? — Нет, я отдыхаю от всего и бессовестно трачу деньги, заработанные тяжким трудом. Мы еще немного поболтали и даже составили маршрут завтрашних экскурсий. Пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по номерам. Хороший день, чудесный вечер, можно и поспать спокойно. Лена. Лена оказалась вполне себе компанейской женщиной. Все у нее было распланировано и помечено, что посетить, как куда добраться и примерно сколько будет стоить поездка. Предложила посещать злачные места Праги вместе. Я порадовалась, ведь в незнакомой стране легче быть с компаньоном. За дни отпуска мы объездили с ней практически всю Прагу, побывали в монастырях, соборах, пивоварнях, винокурнях. Она ухитрялась протащить нас на разные экскурсии совершенно бесплатно, говорила, что доехали мы сами, а интересные сведения никто не мешает нам слушать. С одной стороны, она была права, а с другой – это как-то было не очень. Хотя никто нас никогда не гнал и не предлагал оплатить лекции экскурсовода. Оказалось, что если обедать и ужинать вдвоем, то это получается намного дешевле, и можно попробовать не одно или два блюда, а три и даже четыре. Лена находила какие-то умопомрачительные недорогие кафе и рестораны с местной кухней. Говорила, что всякие пиццы и роллы можно и дома поесть, а здесь надо попробовать местную кухню. В этом я с ней была совершенно согласна. Лене было за сорок. Сколько точно лет, она не уточняла. Всю свою жизнь она посвятила своей дочери. Работала ради нее, жила ради нее. Все ей, все для любимого ребенка. Однако девочка выросла и, ожидаемо, захотела выйти замуж. Лена вроде головой понимала, что так и положено в этой жизни. Дети вырастают и вылетают из родительского гнезда. Но душа болела и плакала. — Это хорошо, что они уехали за границу, — сказала она, жуя аппетитный кусочек гулеша. — А то я бы их развела. — Зачем ты так? — удивилась я. — Я головой все понимаю и рада за них. Вот контракт на престижную работу подписали вдвоем. Они же оба программисты. На одной волне, значит. А душа плачет, обижается. Дескать, мамку на мужика променяла. Я ей, можно сказать, всю жизнь посвятила. Замуж не вышла. А она... — Эх! — махнула она рукой. — Все, что ты делала, — это сугубо твое желание. Это ты так решила, и она этого не просила. Ты не вышла замуж? Претензии только к себе. Дочка же не испортила тебе замужество, не развела тебя с новым мужем. Положить несколько десятков лет на алтарь своей дочери — это твое решение. И не всю жизнь ты ей посвятила, а только двадцать. — Двадцать три! — поправила она меня. — Ты свободна, и теперь можешь посвящать жизнь себе, тратить на себя деньги, время, жизнь, ходить куда хочешь, смотреть, что хочешь, есть, что захочешь. Заведи себе кошечку или собачку, или мужчину, — сказала я. — Я не люблю живность. — Завести мужчину? — она начала смеяться. — Это в каком же питомнике их можно взять? Разве так просто завести мужчину? Я даже не знаю, как с ними общаться. Я на свидании была восемнадцать лет назад. — На работе ты с ними как-то общаешься? — удивилась я. — Там коллеги и клиенты, и это работа, а не место, где можно крутить шашни. Она строго на меня посмотрела. — Ну да, я вот тоже не знаю, как общаться с мужчинами. Муж у меня в большей степени относится к родственникам или к приятелям, но как мужчину я его уже давно не рассматриваю. Но я так думаю, что все это дело наживное и всему свое время. — Слушай, а чего ты сына со снохой не разведешь? — спросила она меня. Я аж поперхнулась. — Зачем? Я не страдаю от того, что он живет с другой женщиной, а не со мной. — Из вредности! — рассмеялась она. — И его желание отнять у тебя что-то возникло не на пустом месте. До своей жинки он жил в квартире и ни на что не претендовал, а как она у него стала законной супругой, то сразу появилось желание урвать у тебя что-нибудь. — Пусть живут и делают, что хотят, лишь бы меня не трогали. — А я бы попортила воздух между ними! — снова засмеялась она. — И каким же образом? — Вода камень точит. Можно ходить к ним два раза в неделю, вздыхать, что, дескать, пыльно, не убрано, в холодильник заглядывать и сокрушаться, что она плохо кормит сыночку. Если там пусто, то возмущаться, что все деньги в кафе проедают или питаются одними полуфабрикатами. Если стоят котлеты, то переживать, что жареная и жирная вредна, и она хочет угробить здоровье сыну. Если все для ПП, то вообще мужика нормально едой не кормят. И давить на то, что она о сыне не заботится. — А почему именно два раза в неделю? — стало мне любопытно. — После визитов они будут сториться, потом мириться. Осадок останется. Через три дня придешь, новое добавишь и осадок поднимешь. — Прямо пособие вредной свекрови, — усмехнулась я, вспоминая свою свекровь, которая хоть и не любила меня, но вот так не делала. Оно и для тещ подходит. Только там не с едой, а со шмотками и косметикой нужно. Главное — постоянно капать и говорить. Но я же из любви к тебе это говорю. Кто тебе скажет, если не я? Можно еще снохе начать всякие дурацкие подарки дарить, например, пояс для похудения, или крем от прыщей, или от морщин, или труселя огромных размеров. — Коварная ты женщина, Лена! — хихикнула я. — Учителя хорошие были. Моя первая и последняя свекровь так делала. За два года добилась своего, — усмехнулась она. — Так что можешь испортить между ними отношения, если сын у тебя ведомый. — Не хочу. Вообще общаться с ними не хочу. Уеду от них. Они и без меня отлично справляются, — помотала я головой. — Одной тоскливо, — поморщилась она и отвернулась к окну. — Я еще не успела насладиться одиночеством, чтобы оно мне надоело, — ответила я. — Сейчас домой приеду, отработаю последнюю неделю на работе, затем к сестре помогать, а там на юг, может, на работу, а может, отдохну еще немного, посмотрю по обстоятельствам. Так что у меня все расписано. — Надо вот тебе к сестре ехать, опять памперсы, уборка, массажи и т.д. — фыркнула Лена. — Я обещала, да и надолго я там не останусь. На побережье как раз туристический сезон начнется, надо успеть что-нибудь заработать. — А ты кем там будешь работать? — поинтересовалась она. — Я медсестра медицинского массажа, — ответила я. — Ну да, без работы и без жилья не останешься. Слушай, а сколько там стоит квартиру снять? — Без понятия. Я даже еще не определилась, куда поеду. Тоже собралась на лето на море? — Да, есть у меня такая мысль. Я главбух в одной крупной фирме. Могу работать через инет по закрытому каналу. Утром рано встала, пробежка по берегу моря, окунулась. Завтрак на террасе, работа там же, обед в местном кафе или сама что-нибудь сварганила легкое из овощей. Опять поработала. Ужин на террасе, вечерняя прогулка по городу, снова в море окунулась. Свежие фрукты, овощи местные. Она блаженно улыбнулась. — Красота! — рассмеялась я. — Да, и время на дорогу тратить не надо. Ненавижу пробки. В метро терпеть не могу толкаться в час пик. — Дороги много сил и времени отбирают, — ответила я. — Спасибо тебе, — сказала она. — За что? — удивилась я. — За новую цель. Мне руководство давно предлагало такой формат работы, а я два дня посидела дома в четырех стенах и взвыла. А тут и стен нет, и работать можно в комфортных условиях. Затем мы принялись с ней обсуждать, куда поедем завтра в последний день моего отдыха. Вечером я позвонила сестре, узнать, как там проходит обследование. Людмила пожаловалась, что палаты битком забиты. Ночевать ей приходится либо на полу в палате, либо в коридоре на диване. Заведующий отделением периодически пытается ее выгнать из больницы. Она в городе нашла какую-то бывшую одноклассницу и ходит к ней раз в три дня ночевать и помыться, когда у той муж в смене. — Я так Нинке благодарна. Два раза уже у нее ночевала. Хоть помыться раз в три дня могу и нормально в туалет сходить. Спасибо ей большое, хоть не отказала. После больницы привезу ей гуся большого и меда банку. Людмила сказала, что врачи говорят, что шанс есть, так как у Виктора осталась слабая чувствительность. За хозяйством присматривает сын со снохой, так что в доме все нормально. Я ей рассказала про свою поездку, а про требования сына и мужа ничего не стала говорить. Зачем ей еще мои проблемы? Она попросила ей что-нибудь примечательного из Чехии привезти. Поболтали с ней еще немного, да я спать отправилась. Хорошо, что у Людмилы с Виктором все потихоньку идет к операции. Глядишь и починят Витька. В последний день отдыха решили с Леной посетить Косницу в Седлице. Это жуткое строение выполняет роль хранилища костей и католический костел. Городок маленький, наш поселок и то больше, но все чисто, ухоженно, коровы по дорогам не ходят. Не сказала бы, что место жуткое, скажем, от него веет каким-то умиротворением, тихо, спокойно, все организовано. Сам костел не такой уж и большой, как я думала, и как мне казалось по фото и видео. Когда заходишь вовнутрь, то мозг отказывается верить, что все эти великолепные люстры, подсвечники, гербы, украшения арок и столбов сделаны из настоящих человеческих костей. Когда эта мысль начинает попадать в голову, крутиться там, свербить, то холодный пот пронзает тебя, а мураши бегут толпой по телу. Здесь начинаешь понимать, что мы все в этом мире только гости, что у человека короткий век. Вспомнила маму, свекров, других ушедших родственников, погрустила, в соседнем соборе поставила свечи за упокой. Прошлись по местному кладбищу, посмотрели на чистенькие ухоженные могилки. Туристов было сегодня мало, так что никто не толкался и не вопил. «Коля, иди сюда, тут могила советского солдата!» Проголодались, зашли в местное кафе. Перекусили чем-то таким сытным, жирным, вкусным, аппетитным. Прогулялись по маленькому городку, посетили какой-то исторический музей. На своем автобусе вернулись в Прагу. Лена потащила меня в какой-то секонд-хенд, сказала, что это надо видеть, что они не такие, как у нас. Почему бы и нет? У меня еще есть четыре часа, перед тем, как мне собираться на самолет. Спускаемся в какой-то чудный подвальчик. Пахнет вещами, пудровыми духами и каким-то лавандовым средством от моли. Огляделась и ахнула. Все это мне напомнило любимые советские комиссионки, где чего только нет, начиная от телевизоров и ретро-телефонов и заканчивая причудливыми шубками из местных чебурашек и плюшевых медведей. Лена щебетала над винтажными украшениями, фарфоровыми статуэтками, какой-то странной посудой, а я разглядывала предметы одежды. Вдруг я увидела их. Мортельезы, чудные кожаные ботинки, немного потертые, но в хорошем состоянии. Помню, в молодости мечтала о таких. Милая русскоговорящая девушка предложила их примерить. Посмотрела – мой размер. Решила, что за примерку денег не берут, натянула. Словно тут и были. Не люблю чужую обувь, предвзято к ней отношусь, но ботинки не смотрелись ношенными. Потертыми, но не ношенными. Засунула нос в ботинок, покрутила, повертела, посмотрела, как все прошито. Ни запаха, ни каких-то смятостей я не заметила. Смущала, конечно, меня цена. У нас за такие деньги можно было новую обувь купить, правда, Китай. Девушка меня поняла и сделала скидку в 50%. Я недоверчиво на нее посмотрела. Она, видно, не поняла мой взгляд. Где-то из-за кромов вынула небольшую сумочку такого же цвета, что и ботинки. Сказала, что отдаст ее в комплект с ботинками всего за одну крону. Вот тут я и растаяла. Подумала, что такие ботинки мне не помешают, кожаные, практически неубиваемые, да еще с такой чудесной сумочкой. Отдавая мне покупки, девушка-продавец сказала, что теперь у меня будет легкая дорога и правильный путь. Главное, с него не сворачивать. Поблагодарила ее. Лена накупила каких-то коралловых и жемчужных бус, изумительные металлические пояски и прочую бижутерию, а еще пару слоников на полку. Она весьма была довольна. Понимаю, что времени пролетело достаточно, и надо ужинать, а затем идти в гостиницу и собираться. Лена сообщает, что здесь недалеко есть кулинария, где торгуют изумительными чешскими пирогами, и их обязательно нужно попробовать. Надо так надо. Входим в небольшое помещение, где стоят огромные витрины, заполненные всевозможными пирогами, булочками, пирожками, плюшками и ватрушками. Она усаживает меня за столик, а сама идет выбирать нам пироги. В этой поездке первый раз за всю мою жизнь кто-то за мной ухаживал, заботился. Мне было очень приятно и непривычно. Лена набрала полный поднос выпечки, два огромных стакана кофе. Я полезла в сумку, чтобы отдать женщине половину суммы за еду, но она отказалась, сказала, что ей приятно меня угостить. Лена не стала брать мясной пирог, сказала, что он похож на наш, а вот сладкая выпечка у них просто изумительно. Больше всего меня поразили сырные булочки, так, кажется, они назывались. Тягучий, ароматный, сырный крем вытекал из них, они были сладкими, еще были творожники, пирожки с клубничным конфитюром, булки с маком. В общем, мы осилили с ней только половину. Приятная продавщица подозвала к себе Елену и вручила ей пару крафтовых пакетов, в которых лежало по одной маленькой завитушке с сыром, дескать, подарок от заведения за такой аппетит. Мы сложили в пакеты оставшуюся выпечку и отправились в гостиницу. Булки в дорогу мне не помешают. Лена перед выездом на прощание вручила мне фарфоровую статуэтку пастушки в национальном чешском костюме. Видно, купила в том самом секонд-хенде. У меня же для нее был только третий слоник, который мне кинула продавщица в ботинок, подмигнула заговорщически и приложила палец к губам. Теперь я поняла, для кого это был подарок. Лена очень обрадовалась самому маленькому слоненку, сказала, что коллекционирует слоников, и такого у нее еще не было. Мы распрощались с ней, как заядлые подруги, даже немного всплакнули. Наверное, с ней бы было тяжело дружить в обычной жизни, но отдых с этой женщиной был просто замечательный. Я увидела Прагу со всех сторон за такой короткий промежуток времени. Пусть у Лены все сложится без потерь для нее и ее дочери. Мне предстояла встреча со своими родными и близкими. Случай в аэропорту В Риге сидела в аэропорту и ждала свой самолет. Можно было бы погулять по городу, но очень боялась заблудиться. Жаль, Лены нет, то бы мы прогулялись. Сижу, книжку читаю, да батончиками голод утоляю, жду. Тут над головой кто-то закашлял. — Дочка, ты мне не поможешь? — произнес чей-то хрепловатый голос. Поднимаю голову. Рядом стоит мужик в возрасте, никак не дед, из породы таких крепких мужичков, которые два гектара вспахать могут за полчаса и разным девкам десяток детишек настругать. — Дочка, помоги, пожалуйста, опять протянул он. — Какая же я тебе дочка? — удивилась я. — Может быть, и разница у нас лет в десять, но вот в дочке я никак не гожусь уже, возмутилась я. — Чем же я помочь должна? — Денежкой. Мне вот на булку не хватает. Он показал мне на ладони монеты. Посмотрела на руку и словно провалилась. Очнулась, когда этого деда своими новыми ботинками била. Вокруг нас вещи мои разбросанные, люди столпились, кто-то полицию зовет, а кто-то и на телефон снимает. Тут и местные полицейские подоспели, стали нас разнимать. Дед этот исчез, люди мне помогли все с пола собрать. Как только я все по сумкам распихала, так меня товарищи полицейские под белые рученьки подхватили и повели в полицейский пункт. Усадили там на стульчик и велели ждать, когда меня оформят за нарушение общественного порядка. Сижу, жду, вспоминаю, что же произошло-то тогда. Вот он мне руку с монетами показывает и начинает что-то быстро скороговоркой говорить мне на ухо. Потом я ему начинаю все из сумок вытаскивать и отдавать. «Давай-давай, деньги, курва жадная», твердит он. «Я ему и серьги сняла-отдала, и кольцо обручальное, и кошелек с мелкими купюрами. Все остальное у меня в потайном карманчике, в который прилюдно и не полезешь». «Да что ты мне все шмотки свои суешь? Деньги давай, карточку давай, ценное что-нибудь есть?» злится он. Киваю головой и вытаскиваю новые ботинки. И что-то мне так их жалко стало, прямо до слез. Думаю, ишь, ирод какой, все мало ему. Ну и давай его бить этими ботинками по всем местам. Он чего взял у меня, то из перепуга уронил на пол. Кто-то позвал местную полицию, они испугнули вид на этого кренделя. «Вот, гражданочка, держите ваши сережки». Передо мной полицейский на стол положил мои серьги. «Кольцо обручальное не нашли?» спросила я. «Нет, серьги у вас приметные, их нам женщина отдала, что рядом с вами сидела, а вот кольца не было». «У меня самолет через четыре часа, отпустите меня, пожалуйста», попросила я. «Нет, грушали, дрались, матерились, не положено. Протокол оформим, тогда и отпустим», кивнул молодец в полицейской форме. «Ну так я не виноватая, он первый начал у меня деньги выманивать». «Не важно, кто из вас первый начал, вы шумели, дрались и сквернословили в общественном месте», покачал он головой. «Тут до меня стало доходить, они, наверное, деньги от меня хотят». «Можно я сейчас штрафа плачу? Сколько? Только до банкомата вот дойду и заплачу». Полезла я за карточкой в бюстгальтер. Полицейский на меня ошалело посмотрел, замахал руками и выскочил из кабинета. Достала карточку и приготовилась, жду. Зашел в кабинет тот, что постарше, подал мне стаканчик с кофе. «Вот, гражданочка, выпейте, кофе тут, правда, не ахти, но для сотрудников правопорядка бесплатный, успокойтесь только». Сделала пару глотков обжигающего кофе, ожидающе посмотрела на полицейского. «Посидите у нас пару часиков, как только объявят ваш самолет, так пойдете регистрироваться. Вы им сильно все обломали, да еще ботинками оприходовали, вас за дверью ждут неприятности. Дед и его дружки вероятнее всего вас там поджидают, давно тут промышляет. Мы его никак за руку поймать не можем. Вводит в транс пассажиров, выманивает все, а люди в себя приходят только дома и уже никому ничего предъявить не могут. Пытались его ловить, но ведь гад какой, ускользает, показывает колечко золотое, говорит, жене подарок везу, ни кредиток, ни денег при нем нет. Пару раз только было такое, как с вами. Одну женщину не уберегли, порезали ее, так что сидите, пейте кофе, кроссворды разгадывайте. Поймать не можем, но хоть так. Он виновата пожал плечами. Радуйтесь, что хоть золотым кольцом обошлись. Здорово вы его, ботинками. Он поднял большой палец. Два с лишним часа пришлось просидеть на лавке в полицейской комнате. Смотрела, как кого-то уводили и приводили, составляли протоколы, оформляли в город. В целом, я благодарна ребятам. Потом объявили мой рейс. Меня проводили до стойки, затем до входа, словно я какая-то персона ВИП. Поблагодарила, пожелала им здоровья, удачи и много денег. Поулыбались и пожелали мне доброго пути. Говорят, так держать, не давайте никому спуска. Надеюсь, доберусь до дома без приключений и дома меня сюрприз ждать не будет. Явление на работу добралась до городской квартиры без приключений. Позвонила приятельнице и сестре, сообщила о том, что я уже дома. Рассказала о наглом мошеннике в аэропорту, немного про саму поездку. Закинула вещи в стирку, поужинала и завалилась спать. Завтра рано вставать, нужно успеть на первый автобус, идущий в поселок, мне еще неделю отрабатывать в поликлинике. На автобус успела, приехала самая первая на работу, раньше девочек регистраторш. Поздоровалась с охранником Василием Сергеевичем, поболтали с ним о погоде, рассказал мне последние новости о работниках и о жителях поселка, пожалел, что я увольняюсь. Эх, Тамара Петровна, был бы я холостой, да помоложе, то приударил бы за вами, рассмеялся он. Стали подтягиваться сотрудники поликлиники, и я ушла на свое рабочее место. «Интересно, сколько у меня сегодня пациентов будет? Это когда каждый день работаешь, то примерно уже знаешь, кто и когда к тебе придет, а вот после отпуска всегда сюрприз. Обычно народа всегда больше, чем положено. Люди ухитряются и со мной поругаться, и с лечащим врачом, и между собой. Теперь в эту неделю ко мне постараются все больные попасть, уже все знают, что я увольняюсь. Первой ко мне влетела нервная дамочка, кинула мне назначение врача на стол и принялась раздеваться. Посмотрела на направление и удивилась. Оно было выписано городской поликлиникой номер один. «Не нужно раздеваться, я вас не приму», сказала я. «Данную процедуру вам должны провести там, где вы это направление получали, у нас своих пациентов хватает». «А ты мне не тыкай», ответила она зло, застегивая блузку. сраном поселке живу, имею право обращаться в поликлинику по месту жительства. «Я вам и не тыкала», удивилась я. «Решайте эти вопросы через заведующую, а я ничего делать не буду». «Томочка, ой, Тамара Петровна», в кабинет заглянула моя соседка, «Вы свободны?» «Да, вот только дама уходить не хочет из кабинета», кивнула я на мадам, которая уселась на массажный стол. «Так это мы ее сейчас быстро уйдем», рассмеялась моя соседка Настя. «Женщина, освободите кабинет, пожалуйста», сказала она противным голосом. «Женщина, вы слышите? А вот пускай она сначала все свое тряпье вывезет из моего дома», ткнула дамочка в меня на маникюренном пальчиком. «Из какого дома?» удивилась я. «Томка, да это же зазноба твоего муженька», злобно рассмеялась соседка. «Да, после истории со свадьбой почти весь поселок узнал, что у моего мужа имеется пассия на стороне. В принципе, они и так это знали, а тут я сама на эмоциях подтвердила, естественно, не всем жителям рассказала, а только соседке и приятельнице с работы, а там, где знают двое, там и весь поселок знает». «А ну, лохудра, слезай со стола, ишь, залезла», скомандовала Настя. «Настя, она что, в наш дом переехала?» удивленно спросила я соседку. «Кукусик сказал, что пока там твои вещи, мы туда переехать не сможем», сморщила мордочку дамочка. «Кукусик?» удивилась я. «Ты чего, лохудра, не вдупляешь? Вали тебе, сказали, иначе сейчас баб позову из коридора, быстро тебе прическу поправят и маникюр обновят», двинулась с кулаками соседка на мадам. Дамочка быстро спрыгнула со стола и ринулась в коридор. «Я буду жаловаться на вас, заведующий», крикнула она напоследок. «Кукусику своему пожалуйся», крикнула вслед Настя. Она уже стягивала с себя майку и джинсы. «Ой, Томочка, так спина, так спина болит, вот я у невролога направление к тебе еле выбила, посмотри, что можно сделать». «Том, ты чего?» Она повернулась ко мне с простыней в руках. Я плюхнулась на стул и как-то по-детски разревелась. «Так, Томсон, не реви, вот тебе сто грамм твоего холодного чая, выпей, успокойся. Лохудру, видно, кукусик бартанул, вот она и бесится. Ишь, гусыня какая, на работу приперлась. Хочешь, мы ей темную устроим всей поликлиникой? Если бы не она, ты бы тут так и работала, так что у нас на нее вон какой зуб имеется». Она совала мне кружку в руки. «Все, хватит кукситься, давай тете Насте вернем товарный вид». Она застелила стол простыней и улеглась на стол. Мне как-то даже смешно стало, когда я представила, как они всей поликлиникой гонят дамочку к выходу. Посмотрела на назначение и приступила к массажу. Однако нас прервали. В кабинет вплыла наша заведующая вместе с разъяренной мадам Фуфо. «Тамара Петровна, возьмите эту пациентку на массаж», попросила она, указывая на дамочку. «Татьяна Николаевна, так это ейного мужика лохудра», подала голос Насте. «Да», удивилась заведующая. «А что же вы, голубушка, раньше не сказали?» хищно ощерилась она. «А это имеет какое-то значение?» с вызовом поинтересовалась дамочка. «Еще бы», усмехнулась Татьяна. «А ну, пошла отседова». Изо рта интеллигентной Татьяны Николаевны, доктора наук, заведующей поликлиникой, полился такой трехэтажный и отборный мат, слова из которого я даже и ни разу не слышала. Она ткнула несколько раз дамочку в спину. «Я тебе сейчас такой массаж устрою, ты его на всю жизнь запомнишь. Ишь, ты какая, в поселке у нас жить собралась. Жить я тебе здесь не будет, не любят у нас бабы таких, как ты». Она вытолкала ее в коридор и, вероятнее всего, гнала до самого выхода, сопровождая разными эпитетами. «Томка, а ты в поселке прижилась, вон как хорошо, может, останешься?» «У своего козлоногого дома отожмешь, будешь жить как королева, да как сыр в масле кататься», спросила Настя. «Лежи тихо, при массаже разговаривать не нужно, а то вся работа на смарку пойдет», ответила я. «Эх, Тома, Тома, бросаешь ты нас», вздохнула женщина и уже до конца сеанса ни слова не произнесла. Пока Настя одевалась, у меня зазвонил рабочий телефон. Татьяна Николаевна попросила меня зайти к ней. «Ну, все, сейчас будет мне выговаривать». Зашла в кабинет. На столе стояли две рюмки, на блюдце порезанный лимончик и наломанная шоколадка. Она посмотрела на меня и достала из шкафчика бутылку коньяка. «Дверь на замок закрой», сказала Татьяна. «Закуски нормальной нет, не принесли еще ничего», усмехнулась она. «Меня трясет всю и даже пять капель не помогают, а пить одна я не люблю, тем более с утра пораньше». «Да садись ты, чего встала как из тукан?» Я плюхнулась на стол. «Там меня пациенты ждут», промямлила я. «Подождут», ответила она и налила нам по половинке рюмочки. «Ты представляешь, она мне министерством грозилась, страховой компанией», возмутилась она. «А если и правда позвонит?» робко спросила я и взяла предложенную рюмку. «Скажу, что она пьяная была, да и вообще пригражу идти на пенсию». Она подмигнула мне и запрокинула рюмку себе в рот, ойкнула и закусила лимоном. «Она там под конец такое орала, что можно списать на пьяный бред». «Представляешь, милицией грозилась», рассмеялась она. «Милицией?» удивилась я. «Угу, придет ко мне племянник и скажет, тетя Тань, а давай я тебя арестую», и начала покатываться от смеха. «А если не племянник?» «А кто? Витька? Так он с моим сыном вместе в одном классе учился». Она была совершенно права, никто в здравом уме не станет в поселке ссориться с Татьяной Николаевной. «Тома, хорошая ты женщина и специалист отличный, может, не будешь увольняться, возьмешь еще две недели отпуска или за свой счет, сколько нужно. Отдохнешь, погуляешь, куда ты там хотела, съездишь, а потом на работу вернешься. Если с жильем проблемы, то у меня есть возможность для новых медработников квартиру выделить. Правда, тогда придется уволиться сначала, а потом снова устроиться». «Нет, спасибо», я помотала головой. «Ну, ты подумай, а чего эта гусыня хотела? Надо было ей массаж сделать так, чтобы она встать с кровати больше не смогла. Хотела, чтобы я из дома съехала быстрей. «Ишь, какая умная, но мы своих в обиду не даем. Жить она в твоем доме не будет, это точно. Ладно, давай еще по рюмашке накатим и работать будем», сказала она. Вышла от нее ошалелая. Я, конечно, знала, что наша Татьяна своих в обиду не дает, но не думала, что до такой степени. Приняла почти всех пациентов, кто ко мне пришел. Устала, отработала почти полный рабочий день. Собралась уже переодеваться, а тут какой-то мужик зашел с цветами, убирает веник от лица, а это мой супруг. «Ой, кукусик», сказала я и рассмеялась. «Где?» удивился он. «Это так тебя твоя мадама называет», ответила я. «Выйди, я переоденусь, а то сейчас еще какой-нибудь запоздалый пациент придет». Он вышел в коридор. Через пять минут и я появилась. Закрыла кабинет. «А цветы где?» удивленно спросил он. «Там оставила», махнула я. «Чего тебе принесло ко мне на работу?» «Да просто соскучился. Я там всякой всячины накупил. Пойдем поужинаем», заглядывал он мне в глаза. «Ну пойдем, коли не шутишь», ответила я и пошла вперед по направлению к дому. Он попытался взять меня под руку, но я отстранилась. Что-то товарищ прямо такой любезный-любезный и чего ему надобно. Не рассчитала силы. Добрались мы до дома. Пакеты с продуктами уже были разобраны и разложены в холодильнике. Муж стал все доставать и складывать на стол. «Вот, Томочка, курица-гриль, как ты любишь, вот салатики всякие, вот свежие овощи, помидорки, огурчики, хочешь шаурму замутим, как в былые времена. И я бутылочку венца прикупил, пироженки всякие, шоколадки, яблочки, виноградик. Ты как с трехлеткой со мной разговариваешь? Чего сюсюкаешь, кукусик?» Я захохотала. «Не называй меня так, что это за прозвище дурацкое?» Возмутился он. «Это у твоей мадамы надо спросить. Перед всем коллективом тебя опозорило. Ты же уважаемый человек. Эх, Коля, Коля». «Лариса приходила к тебе на работу?» удивился он. «Угу. Сначала требовала массаж, а потом, чтобы я очистила помещение», усмехнулась я. «Она в нашей деревне жить собралась?» «Ну, у нас не деревня, а поселок городского типа. Ее на работе сократили, так что хочет на лето сменить обстановку, отдохнуть от всего». «Ой, а она прямо работалась!» Я со злостью оторвала ногу курицы. «Пусть переезжает, а я поеду в нашу совместно нажитую квартиру жить». Разрубила помидорку на несколько частей, покрошила крупными кусками огурец, кинула туда феты, выдавила пару зубчиков чеснока и полила все оливковым маслом. «Сына собралась стеснить», удивился Николай. «А чего же сына? У нас же с тобой еще одна квартира имеется», отломила корку хлеба от буханки. «Так та квартира твоей мамы, а не совместно нажитая». «А я не про мамину и не про ту, в которой сын живет, а про совместно нажитую двухкомнатную квартиру площадью 64 квадратных метра, кажется, с евроремонтом и итальянской мебелью. А крыска твоя пусть сюда переезжает в дом в 90 квадратов с советской мебелью, допотопными коврами, с кроватью для лежачих больных, с пандусом и инвалидским креслом, в дом, пропавший лежачими больными и лекарствами, в дом, в котором ремонт не делали лет 30. Я зло отрывала от куриной ноги мясо». «Тома, я тебя не узнаю. Что с тобой? Это не ты. Ты такой злой никогда не была». Он удивленно на меня смотрел. «Чё это не была? Ты когда мне тарелку швырнул на пол с борщом, я в тот момент хотела тебе целую кастрюлю с супом на голову надеть и стучать по ней поварёшкой, чтоб не слышать, как твоя мать рыдает и отец орёт. Но тогда сдержалась, жалко твоих родителей стало. А вот сейчас меня ничего не сдерживает. Правда супа нет. Коля, ты чего от меня хочешь? Я не хочу, чтобы ты делила нажитое имущество, но и сыну свою долю подарила. Выдохнул он и глаза в пол опустил. Давай ты ему подаришь мою долю, а у меня её выкупишь, тогда делить ничего не буду, ответила ему, доедая свой ужин. Ты чего стоишь над душой? Кушай, не стесняйся, только не обляпайся. Он плюхнулся на стул. Понимаешь, у меня денег нет, чтобы отступные тебе выплатить, вздохнул он. Ясно, так и не надо, квартирку попилим по суду с евроремонтом, ну и машинку заодно, а то Тома пешком ходит, а краля твоя на автомобиле иностранном рассекает. Тамара, так там же человек живёт, возмутился он. Да и вообще, откуда ты про квартиру узнала? Коля, а я не человек? Я прислуга, сиделка, нянька, кухарка? Нечего было документами разбрасываться. Где они? испуганно спросил он. В надёжном месте. Ты всё равно без моего разрешения квартиру продать не сможешь и подарить тоже. Я ещё нашему жадному сыночке расскажу про твои нецелевые расходы, рассмеялась я. Тома, это всё из-за свадьбы, да? Прости ты нас, дураков, но не знали мы, что ты так обидишься. Мы думали, что ты всё поймёшь. А я вот такая непонятливая. У меня один единственный ребёнок. Больше не было и уже не будет. И вот так меня предать. Была бы я какая алкашка или бросила его в младенчестве, я бы ещё поняла. А так, ты со своей крысой чего детей не нажил? Или она рожать от старого деда не захотела? Я не старый дед, я ещё вполне себе ничего, прошептал он, бледнее и заваливаясь на бок. Скорую вызову, а вот ухаживать за тобой не буду. У тебя сын есть и твоя крыска. Помыла руки, достала нашатырь и сунула ему в нос. Уложила его на бок и расстегнула рубашку. Поставила чайник на плиту, позвонила в скорую, всё объяснила. «Рекомендую тебе постараться выкарабкаться». У него потекла слюна из уголка рта. «Коля, скорая приедет неизвестно когда, так что будем гнать кровь к твоим конечностям, от головы к ногам. Ты меня слышишь? Не бойся, всё не так ужасно, как кажется», говорила я спокойно и чётко. Он кивнул головой. Руки и ноги у него были просто ледяными. Притащила таз, налила туда горячей воды. Приподняла мужа с пола и усадила на кресло инвалидское, закрепила ремнями, подсунула ему под ноги таз. Стала ступни растирать, да ноги водой поливать. Через полчаса приехала скорая, быстро. Померили ему давление, сняли кардиограмму, сделали какой-то укол. Снова сняли кардиограмму. «Поехали в больницу», сказала врач. «Есть кому его перенести в машину?» «Сейчас организуем», усмехнулась я. Подкатила кресло к кровати, перевалила его туда, пристегнула. «Хорошее кресло, да, Коленька?» наклонилась я к нему. «Тома, не бросай меня», еле прошептал он перекошенным ртом. «Хороший признак, голос появился. Вы не переживайте, у нас врачи хорошие, мигом на ноги поставят», сказала врач и пошла к машине скорой помощи. «Ну, дай бог, дай бог», улыбнулась я и покатила коляску к автомобилю. С одной стороны, жалко его, все же тридцать лет вместе прожили, а с другой, ох и зла я на него.